Грибовидное облако На фоне городских домов оно выглядело как что-то огромное и даже представляющее опасность. Из фильмов и статей в интернете люди прекрасно знают, как выглядит ядерный гриб, поэтому у многих такое зрелище вызвало тревогу. Ехал по трассе и решил поднять голову, посмотреть на происходящую обстановку. Поднимая глаза, вижу облако, которое по форме напоминает то, что можно увидеть во время ядерного взрыва. Это для меня показалось достаточно тревожно и очень необычно. К счастью, опасения были напрасными. Метеорологи объяснили, что это всего лишь облако необычной формы. Особый вид кучево дождевого облака, которое поднимается на высоту около 12-15 километров, а затем начинает расплываться. Как оказалось, теплый и влажный воздух над землей формирует сильный поток, который пробивает термоклин между ним и сухим и холодным слоем атмосферы. В холодном слое происходит конденсация паров снег, дождевые капли или град, которые затем выпадают в остывающем восходящем потоке. Кроме того, выяснилось, что в среду на пяти автоматических станциях, контролирующих загрязнение атмосферного воздуха в Казани, не зафиксировали превышение допустимого количества загрязняющих веществ. Такие грибовидные облака могут также образоваться над водохранилищами, озерами или другими большими испарителями. При стиле и незначительном сдвиге ветра испаряемая влага вполне может достигать даже стратосферы, а это размер от 8 до 10 километров. Это один из видов облаков вертикального развития, конвективной облачности, один из видов кучевых облаков. Возможно, одной из причин появления подобного рода облаков являются какие-то мощные источники тепла, такие как лесные пожары. В таком случае такие облака называют гирокучевыми. В то же время, исходя из того, что крупных каких-то очагов пожаров не регистрировалось в республике, наиболее вероятно, что это облако возникло от какого-то локального испарителя, которым мог стать, например, пруд или озеро, или просто акватория водохранилища. Сейчас Казань находится под влиянием малоградиентного барического поля и наблюдается штиль. А значит, есть большая вероятность снова увидеть это необычное облако. Елизавета Газизянова, Ленар Гизатулин, Универньюс.